Ярослав, я слышал про вот это зеркало, якобы в нем можно иногда увидеть Островского, но это, понятно, шутки. Вообще в этом зеркале отражались все великие артисты Малого театра, которые здесь готовились к спектаклям. Вот здесь артистические уборные, и именно тут рождаются все эти образы, вот здесь костюмерные, где хранятся костюмы, да, и мы, то есть в самом сердце подготовки художественного образа, который потом зритель видит на сцене. Зеркало старинное, и всегда вокруг зеркал есть разные легенды, а вот есть не легендарный, а подлинный случай. Островский, который как раз был всегда за сценическую правду, за вот достоверность образа, естественно, что он никак не мог терпеть поклоны артистов во время действия, а такая традиция была в 19 веке. Она и сейчас есть в опере, она и сейчас есть в балете. Это правда, после каждой картины. Да, но, конечно, в такой, скажем, серьезной пьесе какой-либо, да еще на сцене драматического театра, это совершенно неуместно, и вот именно ему пришлось по требованию публики нарушить эту традицию, потому что, когда была премьера пьесы «Бедность не порог», и там пламенный монолог главного героя, любимого Торцова, перед окончанием действия, но еще не это не финал, вот он такое произвел впечатление на публику, что публика 20 минут аплодировала, требовала автора, и автор, который из-за кулис, как мы уже говорили, слушал, ничего не осталось делать, ему пришлось выйти, раскладиться, и только тогда спектакль удалось закончить. Ярослав, я подозреваю, что мы рискуем навлечь на себя гнев актеров, которые сейчас в своих гримуборных готовятся к спектаклям, но все равно это тоже ведь элемент такой вот памяти об Островском. Конечно, потому что актер для Островского – это самое главное, самое ценное, это соавтор Островского, это его сподвижник. Разумеется, актер в том понимании, в котором мы говорим о актерах русского театра, как о художниках, как о мыслителях, как о создателях духовных ценностей, в буквальном смысле этого слова. Это самая волнующая для всех артистов часть. Это письма фанатов, поклонников? Ну, тут есть и письма фанатов, и поклонников, и поздравительные телеграммы, но главное другое. Это вот расписание репетиций и приказы о назначениях на роли. То есть вот здесь проливают все слезы горькие? Ну, я надеюсь, что наоборот радости. Как-то горьких слез все-таки здесь не допускают. Вы сразу видели кучу Островского, эти волки и овцы. Ну, Островский не только ведь в юбилейный год основа репертуара Малого театра. Это основа вообще нашей творческой жизни. А еще здесь наша музейная экспозиция, которая постоянно обновляется. Вот. И сейчас вот здесь одно из самых красивых платьев – это костюм Гликирии Николаевны Федотовой. Это подруга-однокрашница, можно сказать, коллега и партнерша Ермоловой. Тоже великая актриса времен Островского. И это ее костюм к роли Елизаветы. Был такой уникальный период, когда Ермолова и Федотова – две звезды Малого театра. Две подруги. Две подруги, да, играли двух соперниц. Имеется в виду Елизавета и Мария Стюарт. Мария Стюарт Шиллера, да, Ермолова Мария, а Федотова Елизавета. Вот в этом костюме – это подлинный костюм Шелк Островский. Это и сам человек огромной души и духа. И вот этот заряд духа и душевности, он настолько мощно и разнообразно и ярко воплотил в своих пьесах. И в самом том строе жизни Малого театра, которым он руководил, что дай бог на все поколения наши хватит, да и навсегда. Потому что, мне кажется, у Островского поймано что-то главное, что держит человеческую душу. Вот он этим вдумчиво занимался, он это исследовал, он старался донести это до актеров, до зрителей. И сам всегда постигал это его основное устремление. Вот человеческая душа и характер, который, так сказать, вот с ней связан.